Микрофон Валентин, так сказать, объяснил. Он потом сказал, здесь я построю дом Богу. Помните, да? Когда мы переживаем какие-то вещи, такие, что Господь вот очень близко нас касается, мы готовы сказать, все отдам. Вот помните, как Закхей, да? Кого обидел? Четыре раза отдам. Тому, 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 тому. Построил Яков дом Бога там? Не построил. Понимаете, да? При всех вот этих раскладах, при всех вот этих переживаниях, он не построил его. Удивительно, правда? Многие упускают этот момент. Друзья, когда вы приходите в Божье присутствие, когда Бог вас наполняет, вы старайтесь помнить, что вы говорите. Да? Потому что Писание говорит, что от слов мы будем как-то оправдываться и как-то защищаться. И написано, что в других местах, в Салмах, Давид говорит, что я обеты, которые обещал, я сделаю. Возможно, вы делали какие-то обеты, возможно, вы что-то Богу там обещали. Мы все обещали, да? Ну, там, я никогда не буду грешить, ты только, пускай меня пронесет мимо вот это вот, или там, ну, я никогда, я всегда и так далее. Друзья, это очень важно, все же размышлять о том, что мы говорим. Мы поем с вами какие-то песни, прославления, и там тоже очень часто есть слова, которые звучат как обещания. Можно сказать, ну, это же просто песня, извините. Но если это просто песня, тогда это не прославление. А если это прославление, тогда это уже, скорее всего, обещание какое-то. Понимаете связь, да? То есть, я просто обращаю ваше внимание на то, что вы говорите. И я понимаю, что наш язык, он во многих вещах нуждается в изменении. Во многих моментах мы, увы. Мне как-то недавно попала в руки книга, которая посвящена теме Лошон-Ара. Возможно, вы знаете такое словосочетание. Это злой язык. Злословие и все, что с этим связано. И там, знаете, с точки зрения, конечно, иудаизма, но все же идут определенные размышления о том, что же такое Лошон-Ара. И многие вещи, они взяты из Талмуда, но некоторые из Писания, в меньшей степени, к сожалению. Тем не менее, вы знаете, есть очень много мест, которые говорят о важности слов. И я понимаю, вот так вот прочитав какое-то время, я понимаю, что безопасно перед Богом молчать. Это намного лучше быть молчаливым верующим, чем болтливым верующим. Таким, который, знаете, про кого-то спросили, вот тебе, рассказал такую историю про него, какой он плохой. И в тех, а тут и не спросили, ты рассказал ее, а тут еще придумал что-то, а потом еще добавил что-то и так далее, и так далее. Вы знаете, я в своей жизни так вот поразмышлял, я понимаю, ой, мне надо научиться молчать. Есть такая дисциплина, дисциплина молчания. И она точно такая же, как пост, и молитва, и цдака, и наше служение. Дисциплина молчания. Некоторые католические монахи, они, я думаю, что не только католические, они периодически делают такие вещи. Они берут время, например, на год, они уединяются где-то в монастыре, и они берут на себя обет молчания. Они ни с кем не разговаривают. Они просто, ну вот, они находятся там все вместе, все знают, что такой человек взял этот обет. Его никто ничего не спрашивает. И я вам скажу, что, может быть, к посту мы как-то привыкли уже, как верующие люди, но к такой дисциплине мы не привыкли. К такой дисциплине мы не привыкли, потому что на самом деле это очень сложно. Но я верю, что через это Бог способен открыть какие-то вещи в нашем сердце, которых мы даже не догадываемся. Знаете, есть люди, которые, помните, как говорили за Беню Крика, да? Он говорит, мало, но смачно. И когда Беня замолкает, то хочется, чтобы он еще продолжал. Я думаю, что верующий человек должен быть вот таким человеком. Это не значит, что ты должен быть нудным, грустным или каким-то таким, знаете, напускать на себя образ старца такого. Я когда-то лет 18 мне было, я думал, что вот так должны быть верующие, так они должны выглядеть, знаете, такими суровыми, прожившими, короче, знаете, мудрость такую. Пока мне один парень не подошел ко мне, говорит, слушай, тебе 19 лет, ты не хочешь радоваться жизни, у тебя столько всего впереди, может ты расслабишься. И я понимаю, что это напускное, это напускное. Но тем не менее, друзья, когда вы говорите о каких-то обетах, лучше не обещать, лучше не обещать того, чего ты не собираешься делать. Если ты обещаешь, то приложи все усилия к тому, чтобы сделать. Если мы говорим о взаимоотношениях друг с другом, если мы говорим о взаимоотношениях в общине, так много лишних слов и так мало сути. Так много каких-то дрязг, а он сказал, а я подумал, а она вот там сделала, а вот так, такие вот. Вот, ой, иногда надо просто помолчать, друзья. Поэтому я вам серьезно говорю, попробуйте двигаться в сторону дисциплины молчания. Это вызов, это непросто, но это очень эффективно, это очень эффективно. Когда спрашивают ваше мнение о каком-то человеке, каким вы его представляете? Что в первую очередь вы хотите о нем сказать? Какую оценку вы хотите дать? Я ловил себя на каких-то таких вещах, что первое, что хочется сказать, это то, что плохое он делает. Вот нас, знаешь, кто-то спрашивает, что ты думаешь об этом человеке? И ты, ну, в принципе, нормальный, но, и ты понимаешь, что после слова «но» у тебя очень много слов, а перед очень мало. Ты не говоришь о том, что он стремится, он такой, такой, такой. Потому что когда ты начинаешь так говорить, люди говорят, да слушай, что ты вот это вот говоришь? Я тебе сейчас расскажу правду, какой он. И как рассказывают такую какую-то странную правду, какие-то странные слова, непонятно, к кому, к чему относящиеся. Друзья, давайте бодрствовать. Давайте бодрствовать, потому что вы знаете, что через вот эти вещи в нашу жизнь приходит поражение. Поражение приходит как лично в нашу жизнь, так и в общество, в котором мы находимся, в общину, в которой мы находимся. Это никоим мере не созидает нас. Но то, что это нас разъединяет, это сто процентов. Понимаете, да? Он не так посмотрел, а вот там я ему, ага, да конечно. И начинаешь рассказывать о тех мыслях, которые он имеет против тебя, хотя ты их не слышал никогда. И что-то придумываешь, и что-то варишь, а вот они, а вот мы, люди. Все это лишние слова. Все это не имеет силы к созиданию. Это имеет силу только к разрушению. И вы знаете, что люди, которые в общине, они, наслушавшись такого всего, переживая какие-то вещи, они могут посмотреть на все и сказать, да слушайте, зачем мне эта община? Зачем мне вот эти взаимоотношения? Разве это община? Разве это ценность? Разве это вообще так положено верующим? Вот и снова там что-то, да? Друзья, периодически в нашей жизни бывают такие моменты, когда мы устаем. И я сейчас говорю вот к вам тем, кто разочаровался друг в друге, тем, кто где-то вот ранен друг другом. Бывает такое, послушайте. Вы должны помнить, что верующие люди, это люди несовершенные. Это люди, которые учатся тому, как быть верующими, как быть святыми. Есть такое представление, что община – это сообщество именно, знаете, как бы высоко-высоко моральных людей. Это правильно, мы к этому стремимся. Но мы стремимся. Это точно так же сказать, что обычная школа, ну, общеобразовательная, там учатся только умные дети. Там учатся все дети, но они учатся, и у каждого есть свой класс, и там есть предметы, которым они учатся. Это процесс. Понимаете, да? Поэтому община – это место, где мы тоже учимся. И поэтому будьте открыты к тому, чтобы давать милость друг другу, к тому, чтобы где-то опускать какие-то вещи, где-то просто благословлять людей. Аминь. Это, так сказать, к слову. Я хотел сказать большое вам также спасибо за то, что вы молились за нас, когда мы были вот в этих поездках с братьями. И было и непросто, и сложно, но мы явно видели, что Божья рука была над нами, потому что Бог нас хранил, и действительно это было видно. Спасибо вам большое. Итак. Итак, на фоне всего я хотел бы поделиться тем, что Бог полагает на мое сердце. Я верю, что это будет полезно. Вы знаете, действительно в жизни верующих людей бывают периоды, когда мы с вами устаем. Вы переживали такое, да? Ты смотришь и думаешь, я не хочу ходить в общину. Я ничего не хочу. Убейте меня. Вот я сейчас лягу на диван, накроюсь одеялом и умру. И засплю. Сериалы включу. Не надо пальцем показывать. Х-фактор вы смотрите, когда такое у вас. А, сегодня вы будете смотреть. И смотрели, да? Ясно. Ну, у каждого это по-разному, но я хочу, чтобы вы поняли смысл. Такое состояние, когда просто ничего не хочется. И причина, по которой это происходит, может быть самая разная. Может быть банальная просто усталость. Переживали такое? Ты находишься в служении, что-то происходит. И с другой стороны, это может быть какие-то обстоятельства жизни, которых ты молился, которые ты пытался изменить, а они не меняются. И ты тоже приходит вот такая вот апатия и нежелание служить. И руки опускаются, и непонятно что. Иногда бывает такое состояние из-за того, что человек, он длительное время пытался делать какое-то дело без Бога. Кто переживал такие? Я переживал, например. Когда ты вот берешь какую-нибудь, например, проект какой-нибудь, да? И на своем энтузиазме, на своих каких-то таких желаниях. Я хочу, я о-о-о-о. И ты понимаешь, что как-то вот ты все это делаешь, а Бога как-то в этом всем нету. И ты приходишь к разочарованию, к усталости, к такому чувству, где ничего не хочется делать. Вы знаете, что интересно? И интересно, что многие праведники в Библии, которых мы читаем, они переживали такие периоды. Не постоянно, но такое случается, оказывается. То есть, периодически мы будем приходить к таким ситуациям и к таким состояниям. Но главное, правильно реагировать. Главное, правильно вести себя. И это очень непростое и опасное состояние. Вы знаете, что в такие моменты люди принимают, как правило, глупые какие-то решения. Они бросают вообще служить, например. Вот там, они вообще перестают ходить, например. Или говорят, я там вот с ними, вот с этими людьми, я вообще общаться не буду или так далее, и так далее. Послушайте, это ловушки, в которые мы попадаем. Это ловушки. Мы иногда начинаем считать таким образом, что я заслужил право на отдых. Я заслужил право на одиночество. И начинаем отдыхать, но только каким-то странным образом. Как вот говорили, да, включаем телевизор, например. Ну, я вообще, я штока служил там. Я буду смотреть телевизор. И начинается целая эпопея там неделями. Или я посижу в интернете. И как засядет такой человек или еще что-то. Послушайте, проходит буквально немного, и все, как будто твоего духовного возраста не было. Как будто ты и не рос. Как будто надо все начинать сначала. Друзья, и ты потом говоришь таким человеком, ну, приходи обратно в общину. Он говорит, так как-то, вот так, знаешь, похладел я. Ну, ты же служил, ты же молился, ты же том-то. Ну, да, было, но сейчас я изменился. Я стал, типа, другим, знаете, и так далее. Послушайте, ты просто попал в ловушку. Тебя просто, сатана, он сыграл на каких-то, на твоей усталости, на несовершенстве людей, и он загнал в это состояние. Но это не значит, что твое предназначение и вообще миссия, твоя цель от Бога, она закончилась для твоей жизни. Послушайте. Я знаю, что здесь есть такие люди, которые находятся, вот примерно в том, что я говорю сейчас. Вы смотрите на свою жизнь, она какая-то серая, вы смотрите в общину, в какие-то служения, это как-то серо, и вам ничего не хочется. Послушайте, это не Божья воля для вашей жизни. Это не Божья воля влачить вот такое существование, независимо от того, какие причины были, из-за чего это началось. Началось ли это из-за физической усталости, или из-за каких-то других вещей, не суть важна. Важно то, где вы находитесь сейчас, и куда вы идете вперед. Вы знаете, один из таких ярких моментов переживания в Африке, когда вот мы были сейчас, я был потрясен тем, что у людей нет цели в жизни. Это настолько ярко видно, это настолько ранит и печалит. И, ну, как бы это яркий такой пример для меня лично. Люди живут одним днем. Они не умеют планировать. И поля не ухоженные. Вы знаете, чтобы быть хорошим фермером, нужно в голове иметь план. В этот сезон надо посадить, обрабатывать вот так, поливать обязательно, и так далее, и так далее, и тогда будет урожай. Это просто что-то невероятное. Кусок земли в камнях, в какой-то ерунде, непонятно что, где-то взошло, где-то ушло, и какое-то вот такое. Мы пробовали разговаривать с разными людьми и спрашивать, какая твоя мечта? Нормальный вопрос, да? И я вам скажу, нет мечты. Ну, вот кем ты мечтал быть? И кто-то там, знаете, из области фантастики, типа чуть ли не космонавт там, знаете, а другие говорят, никем. Вообще просто никем. И я понимаю, что они не могут быть эффективны, потому что они не знают, куда они идут. И так вот я то, что хочу сказать, друзья. Вот эти состояния, зависания, вот эти провисания в таком, знаете, в болоте, в таком, в каком-то киселе, непонятно чего, это потеря цели. Это то же самое. Типа, ну, а что мне сейчас? Ну, сейчас вот у нас осень, холодно, не буду туда ходить, а вот это то, а потом вот, о-о-о-о-о-о, послушайте, ты потерял цель. Это не Божья воля для твоей жизни. Это не принесет тебе плода. Ты можешь пересмотреть все сериалы, которые ты найдешь. Это не принесет тебе плода. Ты можешь там, послушайте, это не принесет тебе плода. Но это заберет твое время, твои силы, твою энергию, твои ресурсы. И это все больше и больше будет усугублять твое состояние. Это все равно, что, знаете, человек, который перестал заниматься спортом, ты с каждым днем не будешь сильнее. С каждым днем ты будешь терять свою силу. И вернуться, с каждым днем все будет сложнее и сложнее. Нужно будет начинать с начала, с самого начала. Поэтому, друзья, будьте внимательны, как вы отдыхаете. Мы понимаем, что все это непросто. И я помню, когда-то у меня был такой период, когда я очень сильно загорелся ежедневными молитвами. Помните, Шедловский только появилось, это все там 2005 год, по-моему. Пенуэл, у каждого была эта настольная книжечка, все молились, там все. Я тоже молился и молился настойчиво где-то года полтора, пока не случился отпуск у меня. И серьезно, я ж, ну, как бы, у меня было время, знаете, когда человек работает, у него есть какой-то распорядок дня. Он знает, что в 8 часов ему надо выйти из дому, значит, надо встать в 5. А когда у тебя отпуск, ты понимаешь, что встать в 5 часов утра в отпуск, это как бы несерьезно, да? И ты начинаешь, говорит, один день пропущу, ну, надо же выспаться, я имею право, это мой отпуск, правда? Второй день, третий. Так я вам скажу, что я не вернулся до сих пор в этот распорядок. Я не вернулся. И, ну, вот так, кажется, такое сильное движение, и вот так раз и остановил. Ни сатана, ни какие-то там, я сам решил, что я имею право духовно не расти. Понимаете, да? Я решил, что моя жизнь будет выглядеть так, как она выглядит. Никто меня не привязывает к телевизору. Я решаю, смотреть мне его или не смотреть. Никто меня не привязывает к каким-то другим вещам, не заставляет заниматься какими-то бесценными, бесценными вещами. Я решаю. И это останавливает Божьи процессы в нашей жизни. Это останавливает. При этом, я хотел бы сказать, что нужно понимать, мы как люди, мы состоим из трех частей. Помните, да, что у нас есть тело, у нас есть душа внутри, у нас есть дух. И каждая из этих частей, она нуждается в отдыхе. Как наше тело может отдохнуть? Мы можем поспать, да, мы можем прогуляться где-то, мы можем где-то там, знаете, поотдыхать, ну, физически просто. Как наша душа может отдыхать? В кино пойдем с друзьями, пойдем мясо пожарим где-нибудь, или тоже погуляем, или почитаем книжку. Так отдыхает наша душа, наши эмоции, да, мы пообщаемся с кем-то, может, встретимся. А как отдыхает наш дух? Когда мы общаемся с Господом. Друзья, когда мы общаемся с Господом, когда мы находимся в Его присутствии. Интересно, что Бог объединяет все эти вещи в шабате, весь полный отдых. Мы после каждой сложной недели спокойно собираемся, идем в общину, да, для того, чтобы провести время с друзьями в присутствии Бога. Понимаете, да? Когда мы прячемся от общины, возможно, наше тело и отдыхает, возможно, и наша душа переключается, но дух наш страдает. Когда мы приходим в общину, когда мы приходим в присутствие Божия, послушайте, дух тогда отдыхает. Внутри нас мир, тогда мы действительно полноценно отдохнувшие люди. Уловили суть, да, друзья? Действительно, тогда мы можем как бы быть насыщаемы. И здесь должен быть баланс в этих вещах. Нельзя просто, знаете, пренебрегать телом, только находясь на служениях. Тоже есть такой вариант, типа, на все служения верующий человек в жизни должен попасть. Все конференции посетить и так далее, и так далее. Так неправильно, послушайте. Но должен быть баланс в этих вещах. Где нужно, пойди. Где ты понимаешь, что уже очень много, твое тело уже не исправляется, тогда оставайся дома. Тогда оставайся дома. Проявляй в этом мудрость. Когда мы приходим, например, на ночные молитвы, это часто можно увидеть. Я думаю, что ночные молитвы, это хорошее дело, но далеко не всякий может молиться. Знаете, почему? Потому что тело, оно не приучено к ночным молитвам. И становится очень тяжело. Из-за того, что тело устает, ты не можешь нормально молиться. Ты начинаешь, там, знаете, бормотать что-то, там, или еще что-то. Поэтому, если для вас тяжелые ночные молитвы, молитесь днем. Но пускай это будет в правильном приоритете и в правильном балансе. Итак, друзья, если вы находитесь в таком состоянии, вы должны понимать, что Бог восстанавливает тело верующих. Бог восстанавливает. Но Бог не может восстановить клеточку, которая отвалилась от его тела. Если вы чувствуете, что духовно и физически, и как-то эмоционально вы выжиты, вы не можете ничего, вот как бы делать, послушайте, в эти моменты не отделяйте себя от тела Христа. Не отделяйте, потому что вы не наполните дух. Друзья, Бог поместил нас в такие уникальные взаимоотношения здесь в общине, что мы можем помогать друг другу исцеляться. Это вот, вот это был его план, это был его задум. Он дал дары, например, нам. И один человек может ободрить другого человека, а может наставить, может укрепить дух каким-то словом, может быть пророчеством, может быть какими-то назиданиями, понимаете, друзья? вы можете спрятаться куда-нибудь, но без Бога вы не восстановитесь по-настоящему. Вы можете обидеться на весь мир, но послушайте, все равно вы не можете отделить себя от тела Христа. Вам нужна община, вам нужен Бог, вам нужны взаимоотношения. Писание говорит, 2 Тимофея 2.1 И так укрепляйся Сын Мой в благодати Христом Иисусом. Укрепляйся в благодати Христом Иисусом. И благодать это то, что пришло к нам просто так, как подарок. Это незаслуженное какое-то действие. Он говорит, укрепляйся в благодати. Укрепляйся не в сериале, а в благодати. Укрепляйся не в каких-то разговорах пустых, а в благодати. Это то, что необходимо для твоего духа. И очень часто бывает такое, что люди, знаете, размышляют о том, как несправедливо к ним поступили в общине, где-то там какие-то верующие, как они унизили, оскорбили, или как-то там что-то сказали, или подумали. Знаете, мы иногда думаем, что мы знаем, что люди думают о нас. Я знаю, что ты обо мне думаешь. Можно подумать, представляете? Все вы знаете, как вы мысли читаете. Вот ты плохо обо мне думаешь. Чего ты взял? Вот я чувствую. Ну, это, конечно, довод. Друзья, я не спорю, бывает несправедливость. Это да. Но что с этим делать? Ну, хорошо, поступили несправедливо. Давайте подумаем так. Относительно Иисуса, Ишуа, поступили несправедливо? Очень. Я считаю, что очень. Он мог бы обидеться вообще. Это было бы очень по-людски. Он мог бы топнуть и сказать, ничего себе, они меня за вот это все еще и распяли? Я им вот так с открытым сердцем... Вы слышали подобные такие фразы, да? Я с открытым сердцем к ним, а они мне, эй, там, плюнули в душу. Ему сильно плюнули в душу. Его распяли, его убили. В прямом смысле, непереносном. Слава Богу, у нас такого нет, да? Что мы друг друга только на словах убиваем, да. Но Бог говорит, что это не очень хорошо. Что это грех. И евреям 12 глава, 1-й, 3-й стих говорит. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, сверхнем себя всякое бремя и запинающий наш грех, нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претелпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот так вот, друзья. Писание конкретно говорит, помыслите, размышляйте о том, что сделал Ишуа, как с ним вообще поступили. И он говорит о том, что вы, понимая все эти вещи, оставляйте, свергайте с себя бремя и всякий запинающий грех. И терпеливо проходите свое поприще, идите свой путь. Да, что-то произошло против вас, да, кто-то что-то наговорил, кто-то что-то там это самое. Перестаньте становиться заложником этой ситуации. Перестаньте. Поступили несправедливо, я согласен. С ним тоже поступили несправедливо. Но перестаньте носиться с этим, как, знаете, у некоторых людей есть такие любимые раны, любимые вавки такие. Они их очень берегут. Если, не дай Бог, они зарастают, они их снова расковыривают. Потому что, ну, вот знаете, как бы без них как-то некомфортно. Им нравится, чтобы их жалели, чтобы им сопереживали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот тот тебя обидел. Мы тебе сочувствуем. О, конечно, конечно, сиди дома, ничего не делай. Мы понимаем твою скорбь. Понимаете, да? И человек думает, ну да, что ж, они понимают. И тут раз где-то что-то происходит, Дух Святой, Он хочет исцелить. И эти, не-не-не-не-не. Это ж, если я буду исцелен, мне ж никто сочувствовать не будет. Да? Никто ж меня понимать не будет. Друзья, это все ловушки сатаны. Они мешают расти. Они мешают продвигаться вперед. Вот, вы не приближаетесь таким образом к своему предназначению, к своей цели. Вы как эти люди, у которых кусок земли, но вы не знаете, что с ним делать. Вот вы посадили, вот выкопали завтра же, вот снова посадили. Ничего, что не сезон. Главное, что процесс идет. Писание говорит, что мы тем прославим Бога, что принесем плод. Бесплодность, она не приносит славу Отца. Отцу. Друзья, ну не приносит. Как ты не оправдывай свои раны? Как ты не оправдывай свои прошлые потери? Или какие-то ситуации в жизни? Я понимаю, все это тяжело. Я понимаю, ты пережил, но жить дальше надо. Не надо носиться с этими ранами и говорить, ого, несправедливо. Послушайте, если бы так вел себя Ишуа в нашу сторону, в сторону человечества, это ужас был бы. Это реально был бы ужас. Но мы знаем, что он не держит зла на еврейский народ, да? Он не держит зла на римлян, которые его распили. Ну, технически, если так говорить, да? Физически, это был римский солдат, который гвоздь забил. Нету какого-то такого, вот, все придут, но эти нет. Так верила церковь какое-то время, да? Что Бог принимает всех остальных, но только не этих. Но мы смотрим в Писание, мы видим, Бог принимает всех людей. И тебя примет тоже. Послушай. Ты пережил сложную ситуацию, возможно, несправедливую, но это не значит, что нужно остаться в этой ситуации. Возможно, у тебя было очень плохое детство, твои родители тебя очень сильно обижали, или еще как-то что-то происходило, или там, друзья. Я сочувствую тебе, но надо идти дальше. Возможно, у тебя в семье была какая-то трагедия, и это тяжело, но надо идти дальше. Послушай, надо идти дальше, не надо опускать руки. Это не дает плода, это не дает выхода. И 137-й Псалом, 3-й стих говорит. Я думаю, что это вот этот день, друзья, который, когда человек уже осознает, что уже все, он начинает взывать к Богу, и Бог дает такому человеку бодрость. Он обновляет его. Вы пришли сейчас к такому состоянию, как, знаете, ничего нет, ничего не хочу, никуда не пойду. Хорошо, сегодня нужно взывать к Богу. Завтра ничего не изменится. Ну, посмотришь ты еще 10 серий какого-то сериала. И что дальше? Ну, еще послезавтра 10 посмотришь. И что дальше? Дальше. Дальше ничего не изменится, если ты не начнешь взывать к Богу, не начнешь брать ответственность за это состояние. И стремиться к тому, чтобы избавляться от Него. Интересно, знаете, есть в 42-м Псалме, 5-м стихе, такое место. Мне понравилось оно в одном из переводов. Такой есть перевод Вишенко. Псалом 42, 5. Написано так. Он говорит. «Зачем ты, душа моя, унываешь? Зачем ты несчастна? Полагайся на Бога». И дальше говорит. «Наперекор всему благословляю Бога-заступника». Очень, ну, в синодальном похоже написано, но здесь просто так как бы явно. Смотрите. «Зачем ты, душа моя, унываешь?» Он говорит. «Зачем? Душа ты унываешь?» «Зачем ты несчастна?» «Полагайся на Бога, наперекор всему, вопреки всему, независимо ни от чего. Я буду благословлять Его. Я буду благословлять Его». И очень часто нам надо просто взять себя за шиворот и сказать. «Все, хватит вот этой теплоты. Хватит вот этого вот непонятно чего. Брожение, хождение, каких-то сплетен. Кто что про меня говорит? Я про кого? Хватит. Я взываю. Душа моя нуждается. Да отдыхался уже до ручки. Да оставлял уже служение. Да рассказал, какие они все такие, а я какой. Послушайте. Никому до этого толку нет. Хватит. Сейчас время остановиться, посмотреть на пути древние, на тот путь, которым нужно идти, и начать ним идти. Хватит. Начни искать Бога. Начни менять свою жизнь. Исайя 40 глава, 27-31 стих. Очень такое, знаете, известное место. Часто любят его говорить. Исайя 40, 27-31. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль? Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают. И молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомлятся. Друзья, все устают. У всех случаются какие-то стрессы. Чтобы вы понимали, даже самый, знаете, какой-то успешный проповедник, апостол всех апостолов, он устает. Они хотят побыть где-то, может, наедине, но они не отделяют себя от Христа. Они не отделяют себя от тела. Друзья, и Бог дает утомленному силу. Бог дает возможность. И написано, что обновляется. Обновляется. Если вы устали от всего, что было, послушайте, Бог говорит, я обновлю тебя. Ты уже забыл, как служить, я напомню тебе. Ты уже не знаешь, как вообще в глаза кому-то смотреть. Я научу тебя смотреть в глаза. Я научу тебя иметь взаимоотношения. Начни это делать. Начни прилагать усилия. Возьми ответственность. И вы помните, что мы не сами в этом пути. Когда Ишуа готовился к тому, чтобы отойти к Господу. Вы помните, что ученики, они сильно опечалились. И он говорит, а вам хорошо будет, если я уйду. Он говорит, в смысле хорошо? Он говорит, я дам вам утешителя, другого. Утешение от Духа Святого, оно доступно для каждого верующего человека в любое время, в любом месте. Независимо от вашего духовного роста. Послушайте. Наставник, утешитель или тот, кто ведет, он водит разных детей. Не только самых послушных и грамотных. Но даже больше тех, кто не умеет правильно ходить. И Дух Святой, Он открыт каждому человеку, верующему, в том, чтобы вести его, в том, чтобы ободрять его, в том, чтобы учить, что делать. Вы знаете, что такое бывает очень часто? Что некоторые процессы в нашей жизни, они происходят, и мы сами не понимаем, почему они происходят. Видели такое, да? Например, вот вы общаетесь с каким-то человеком, и вы там говорите, например, вау, ты такой красивый. Ну, комплимент, да? Нормально. И тут вы видите, что человек встает, друг, и начинает орать там. Я красивый, давай, не понимая, достали вы там все. И ты думаешь, вообще, красота. Ты ему вроде хорошо сказал, а он тебе... И ты понимаешь, что на самом деле не вопрос тех слов, которых ты сказал. Там внутри его сердца есть какие-то процессы, которые запущены. Иногда человек понимает, что они есть, а иногда не понимает. Ты говоришь простую какую-то фразу, невинную, а в ответ какая-то неадекватная реакция. И вы знаете, что? Дух Святой, он открывает природу этих вещей. Когда мы ходим с ним, когда мы учимся взаимодействовать с ним, он обращает наше внимание. Ты можешь ходить возмущенным, говорить, да как они так со мной, да то, 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 то. И ты можешь услышать, Дух Святой, когда ты можешь сказать так, послушай, да потому что ты гордый. Ты не можешь услышать то, что они говорят. Они ничего плохого тебе не сделали. Они просто либо спросили, либо что-то сказали. Ты так реагируешь не потому, что они плохие, а потому что ты имеешь проблему с этим, с этим, этим и этим. Друзья, Дух Святой находится вместе с нами. С каждым рожденным свыше человеком. И написано о том, что все рожденные свыше, давайте мы прочитаем, урождение свыше. Восьмая глава Римлян, 12-14 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые духом Божиим, суть сыны Божии. Простая, простое размышление. Мы стали детьми Божьими. Значит, мы являемся теми, кого водит Дух Святой. Направляет, подталкивает, руководит, вдохновляет. Послушайте, это для вас, это для меня, это для каждого из нас. Мы те, кого водит наш наставник. Мы можем открыться для него, мы можем просить, чтобы он показывал действительно природу вещей, тех поступков и того, что происходит в нашем жизни. Итак, друзья, я бы хотел немножко подытожить, чтобы мы снова это увидели. Если мы находимся в таком состоянии истощения, апатии и всего того, что мы говорили, когда не хочется вообще ничего делать, нужно помнить, что у нас есть община. Место, где мы можем получить духовную поддержку. Даже несмотря на то, что кто-то, возможно, в этой общине вас обидел. Ну, не все вас обидели, согласитесь, правда? Ну, может, один человек вам что-то сказал, ну, два что-то сказала. Послушайте, но я верю, что есть люди, которые могут молиться вместе с вами. Есть люди, которые могут поддержать вас, наставить вас, как-то ободрить или обличить. Так, чтобы вы услышали. Нам необходима община для того, чтобы выбираться из этих обстоятельств духовных. Следующее. У нас есть благодать Божья. Это сила, которая приходит от Бога, которую Бог дает для того, чтобы мы встали. У нас есть благодать. И с верой нужно подключаться, принимать эту Божью благодать. Если вы смотрите на себя и говорите, я уже с тем, как долго я нахожусь, как в таком вот вязком отступничестве, так сказать, я уже и не встану. Послушайте, встанете. Есть предназначение, есть благодать. Начинайте уповать на это, и вы встанете. Друзья, Бог заинтересован в том, чтобы поднять вас. Бог хочет помочь вам, чтобы вы встали. Обопритесь на Его руку. Обопритесь на... Возьмите эту поддержку. И следующее. Помните, что у нас есть Святой Дух, наш помощник, наш Учитель, наставник, тот, который и Писание объяснит, и расскажет, и тот, который поможет нам правильно относиться. Друзья, сегодня время восстановления. Перед Ханукой, перед всеми теми вещами, о которых мы говорим. Сегодня время встретиться с Богом лицом к лицу. Время оставить вот то, что было. Все вот эти обиды и непонятно что. И приходить в зрелость. Я обещаю вам, что вы не увидите идеальную общину. Не увидите. Такую, чтобы ни у одного из нас греха не было. Мы все будем иметь какие-то сложности. Но мы можем расти. И я вам также хочу сказать, что вы не найдете идеальную ни церковь, ни общину. Везде люди. Как школы, знаете. Везде есть сильные ученики. Везде есть слабые ученики. И это нормально. Потому что сам по себе процесс роста, он подразумевает ошибки. Он подразумевает, что человек что-то может делать неправильно. Итак, если вы переживаете такие процессы усталости, не позволяйте себе расслабляться небожьими методами. Идите к Богу. Отдыхайте в Его присутствии. Включите где-то прославление побольше. Посетите какие-то, может быть, несколько конференций. Просто побудьте в Его, поедите на ретрит, в пост куда-нибудь и так далее. Давайте сделаем нашу общину, друзья, местом реабилитации от всего того, что происходит с нами в мире. Еще раз. Давайте, чтобы община была местом, где мы отдыхаем, а не мир был местом, где мы отдыхаем от общины. Пускай это место будет местом поддержки. Вы скажете, ну а где их взять, те, кто там будут поддерживать? Послушай, сам стань кому-то поддержкой. Позвони кому-то. Поговори с кем-то. Вы знаете, многие ожидают о том, что это будет делать только либо пастырь, либо кто-то из служителей. Почему ты не можешь позвонить кому-то? Ты видишь, человека давно нет на служении. Позвони ему. Позвони. Не можешь найти телефон, спроси у кого-то, тебе дадут. А вы звонили, там, знаете, пастырь, вы встречались, вы звонили. А вы звонили, вы встречались, друзья. Вы можете это делать. Это нормально служить в теле. Это нормально помогать. Это нормально поддерживать, интересоваться. Пойти кому-то огород перекопать, еще какие-то действия сделать. Где-то на шашлык пойти, где-то поддержать, где-то наставить, где-то в любви обличить. Послушайте, это нормально, но пускай это будет место, куда люди будут приходить и говорить, фух, добежал. Целую неделю на работе кошмары были какие-то. Ну вот добежал, вот сейчас на меня помолятся, и все будет хорошо. Сейчас я вот вам выговорю здесь и помолимся, и там все будет изменяться. Послушайте. Я верю, что община это должно быть местом семьи, местом поддержки, местом роста, местом отдыха, местом туда, то место, куда надо идти. И вот здесь в нашем отношении очень много зависит. Итак, выбирайтесь из тех тупиков, куда вас загнали. Вы призваны приносить плод. Каждый человек призван не просто влачить свое существование, но приносить реальные, измеримые плоды для Царства Божьего. Аминь. Давайте мы помолимся, друзья. Боже, спасибо за благодать, которая обновилась для каждого из нас сегодня утром. Мы благодарим Тебя, Боже, что наше предназначение, наша цель и наше стремление, Господь, оно не остановилось, Боже. Что для каждого человека, который находится здесь, есть Твое призвание, Господь. И ты видишь многих из нас, теми, кто имеет, Господь, такое вот сильное служение, евангелистов ты видишь здесь, Господь. Ты видишь учителей, видишь пастырей, видишь апостолов, Господь. Дай нам себя так увидеть. Дай нам посмотреть на свою жизнь, на свои поступки, на то, что у меня есть, Господь, Твоими глазами. И помоги нам взять ответственность за эти состояния. Боже, я прошу Тебя, помоги перестать обвинять других. В том, как они поступили с нами. Но помоги нам, Господь, двигаться вперед, идти вперед, брать ответственность, Господь. Не опускать руки, не делать извинения, Боже, не придумывать какие-то отговорки, которые никому не нужны и славы Тебе не приносят. Отец во имя Ишуа Мессии. Я молюсь о том, чтобы Ты открыл сейчас глаза каждому человеку на его состояние сердца. Дух Святой, я прошу о том, чтобы Ты сейчас проговорил в совесть, в сердце, во внутренность каждого человека, Господь. Чтобы они, Боже, увидели по-настоящему причину своей обиды, абсурдность своей обиды. Вот эти, Боже, состояния, когда ничего не хочется делать. Господь, я молюсь о том, чтобы пришло преображение. О том, чтобы, Господь, стремление встретиться с Тобой лицом к лицу, оно было очень сильным у каждого человека. Господь, я молюсь о том, чтобы Ты зажигал нас. О том, чтобы Ты помог нам смотреть на общину, как на место встречи, как на место поддержки, Отец. Во имя Ишуа Мессии. Эй, благословляем Тебя, Боже. Благодарим Тебя. Я прошу о том, чтобы Ты укрепил сейчас каждого человека, который проходит какие-то сложные обстоятельства в жизни. Может быть, это связано с семьей, может, с работой, может быть, с какими-то другими вещами, Господь. Но я молюсь об укреплении. И те, кто нуждается в этом отдыхе, те, кто нуждается в обновлении. Отец, я молюсь о том, чтобы Ты уводил таких людей в Слово, уводил таких людей в уединение, в Писание, Господь, в общение, в проповеди, Боже. Чтобы Ты не дал закиснуть, чтобы Ты не дал, Господи, просто опустить руки и принять не Твою реальность, Боже, не Твой план, а какой-то план от врага, Господь, который бы разрушал. Отец, я молюсь об оптимизме. Я молюсь о том, чтобы вера, она вспыхивала с новой силой. Чтобы люди начинали смотреть в будущее. И у них была явно видна цель, явно было видно, Господи, то место, куда Ты хочешь их привезти. Господь, во имя Ишуа Мессии, во имя Ишуа Мессии. Я молюсь за каждого человека, кто здесь находится. Боже, обнови веру, обнови силой, Господь, обнови надежду, обнови в сердце, Боже, страсть. Я молюсь о том, Боже, чтобы вот эти все глупости, которые сдерживают, они потеряли свою хватку, потеряли свою силу, Боже, чтобы свет Твой приходил в эти обстоятельства. В те моменты, где друг друга обижали, в те моменты, где говорили какую-то ерунду, Господь, во имя Ишуа Мессии. Я молюсь о свободе. Я молюсь о свободе от всяких путь, от всего того, что сдерживает Господь. Свобода для того, чтобы приносить плод. Свобода для того, чтобы, Господь, быть плодотворными. Свобода для того, чтобы служить. Свобода для того, чтобы, Боже, исполнять Слово Твоего радости. Господь, мы знаем, что Твои намерения о нас в добро, и Ты проходишь с нами наш путь. Твое намерение для нас, Господь, радость Независимо от того, сколько нам лет, Господь Сколько уже прожито, Господь И где мы были, и в каких служениях Твое намерение для каждого из нас Радость на созидание тела На созидание общины На принесение плода Отец, во имя Ишуа Мессия Я молюсь о том, чтобы Ты говорил в сердца людей О тех местах, куда им нужно вернуться О тех людях, перед которыми им нужно покаяться О тех вещах, которые нужно изменить, Господь Чтобы приходила настоящая свобода Настоящее преображение Настоящее обновление, Отец Во имя Ишуа Мессия Аллилуйя, славим Тебя, Святой Израиле Эй, Дух Святой, я прошу Сейчас просто указывай Каждому человеку в сердце На эти вещи, Господь На то, что необходимо изменить Любовь так прекрасно оставит Троны и венец Чтобы меня найти Она пришла с небес Так велика, что смерть не могла удержать ее Двигает горы Она ведь глубже, чем облака в небесах Она ведь шире, чем то, что в наших мечтах Она ведь глубже, это Божья любовь Она ведь глубже, чем то, что в наших мечтах Она ведь глубже, чем то, что в наших мечтах Она ведь глубже, чем то, что в мире Любовь так прекрасно поздравит Любовь так прекрасно поздравит Троны и венец Чтобы меня найти Она пришла с небес Так велика, что смерть Не могла удержать ее Двигает горы Не знает она имя мое Знаю, где мы Она ведь глубже, чем то, что в наших мечтах Она ведь глубже, чем облака в небесах Она ведь глубже, чем то, что в наших мечтах Она ведь глубже, чем то, что в наших мечтах Она ведь глубже, чем то, что в наших мечтах Она ведь глубже, чем то, что в наших мечтах Она ведь глубже, чем то, что в наших мечтах Она ведь глубже, чем то, что в наших мечтах Я молюсь о том, чтобы Ты укрепил сейчас веру. И я молюсь о том, чтобы Ты зажег эту страсть, настоящую страсть, Боже, в следовании за Тобой. Настоящее желание встретиться лицом к лицу, принести плод, настоящее желание служить. Боже, прошлое ушло в прошлое. Мы хотим смотреть в будущее. Мы хотим смотреть и видеть то, что Ты видишь для нас. Мы хотим исполнить волю Твою, чтобы Ты был доволен нами, как Отец, чтобы Тебе понравилось все то, что мы сделаем, Господь. Мы благословляем Тебя, Царя Славы. Мы благодарим Тебя, Отец. И мы открыты для Твоей работы, для Твоего действия, для Твоего служения каждому из нас. Мы благословляем Тебя, Бога сильного и крепкого, твердыню вечного. Во имя Ишуа Мессии, Господь. Во имя Ишуа Мессии. Дорогие друзья, наше служение, оно приходит к концу. И вы знаете, что в три часа здесь будут продолжаться еще служения. И в шесть часов. Если есть у вас возможность, вы можете их посетить. Но я хотел бы вам сказать, что ваше служение перед Богом, оно продолжается. Возьмите это Слово и примените его в своей жизни. Выбирайтесь из тех тупиков, в которые вы зашли. Приходите, будем молиться вместе. Будем как-то решать, будем как-то думать. Но не соглашайтесь оставаться дальше в том состоянии, в котором вы есть. Растите, желайте большего. Я верю, что благодати Божией будет достаточно для каждого из нас. Аминь. Аминь. Пускай вас Господь благословит и сохранит. Да обратит Господь Святое Лицо Свое на каждого из вас. Обернется к вам, помилует вас и дарует вам свой шалом. Будьте благословены во имя Господа Ишуа Мессии. Да будет Он защитой вашей, покровом вашим. Да не боитесь вы ничего. Да даст Он вам благодать, мир и радость в Духе Святом. Да будете вы детьми Его во все дни вашей жизни. Во имя Ишуа Мессии. Аминь.